Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, можно, пожалуйста, наггетсы? Наггетсы 6, 9, 20. 6. И картошку маленькую. Соус с наггетсом можно? Соус? Не, спасибо. А глиссе? Попить можешь, что ли? Глиссе можно. Здравствуйте. Ой, а можно без вот этих штучек? Спасибо. В космосе глисы не пьют. Спасибо. Почему-то сказал, надо сейчас, типа, удивиться. Я сейчас удивление-то должна показать, да? Мне кажется, меня возьмут в российское кино. Как я показала удивление. Ребята, космическая картошка фри написано French fries. Ребята, ну вообще сегодня выпуск просто бомба. Я, кстати, поприветствовала ребят или нет? А, друзья, всем белка, с вами Катя Бельщик. И вы попали на новое видео. Вы же без приветствия не можете, я тоже не могу. Ну, я прям вот увидела на просторах интернета. И сначала подумала, что такого не бывает. Начала гуглить. Нашла. Это просто примерно такая же ситуация, как с тем самым мороженым из мемов. Помните, вот тут вот выпуск на втором канале был. Была картиночка про Баю Александров, типа, зачем есть срок, когда есть мороженое. И я его нашла. Оно существует. Также существует еда из Макдональдса для космонавтов. Ой, сейчас можно долго лирическое вступление делать, но я постараюсь покороче. Я знаю, что некоторые всегда пишут. Можете тайминг там написать, откуда начинается. Но если вы за то, что я долго разговариваю, то поставьте лайк, и меня это немножко подбодрит. Если вы хотите узнать просто вкус и состав, всегда можно просто загуглить, этикетку найти и отзыв на рекомендит. Мы здесь собираемся по другому поводу. Вы, наверное, сейчас сидите, кушаете. Всем приятного аппетита. А я буду вам рассказывать. Два питания. Стоило, как самолет. Космический корабль. Корабль тоже. Ну, я так предполагаю, они просто сделали вот такую интересную линейку, чтобы привлечь, наверное, просто обычных людей. Вряд ли космонавты реально такое едят. Вряд ли же. Да, конечно, не едят. Конечно, не едят. Мы тут смотрели классный выпуск на Куджи подкасте, был с космонавтом. Вот там как раз рассказывали, что они едят. Очень интересный. Не реклама, просто от души. Очень их люблю. Главное. Главное. Что, картошка фри у нас веганская написана. Куриные наггетсы с курочкой. Плюс. Здесь у нас оформление на русском, на английском и на китайском идет. То есть, может быть, рассчитано на китайских туристов, которых сейчас уже, кстати, нет в России, я так предполагаю. Ладно, давайте не будем о грустном. Ну, наверное, может, музей космонавтики продает. Я вот сижу такая и думаю, что картошка фрит так пахнет. Думаю, у меня что, сила самовнушения, что ли, сработала. А у меня же просто пакет из мактуса. Мы сразу еще взяли оригинал, как вы поняли, чтобы просто можно было сравнить. Давайте сначала со стабами ознакомимся. Это не как всегда я делала. Сначала поела, а потом состав прочитала. Вообще, все на поверхности лежит. На поверхности земли. У меня такое настроение все романтическое. Космическое. Космическое, да. Космическое, романтическое. Картофель, масло подсолнечное, соль, вода питьевая. Все вообще чистейший состав. Я думаю, в маке не такой состав у картошки, как в космопите. Что у нас в наггетсах? Филе куриные грудки, сухари панировочные, меланж яичный, масло подсолнечное, соль, перец, вода. Супер? Разве нет? И давайте прочитаем, прежде чем вскрыть инструкцию, как же нам, собственно, это есть. Внимание, цифра 1. Открутить колпачок и снять его. Ну давайте, кой не шутите, друзья. Ой. Салфетку положить в спирт. Послабо здесь. А то ж в космосе руки там помыть надо. Вообще. Вот так выглядит 400 рублей. Предполагаемый в комплекте. Спиртовой салфеткой протереть горлышко, тубы и руки. Все по инструкции будем делать. Открыли. Салфетка. Проткнуть защитную мембрану. Че-то вообще ору. Проткнуть защитную мембрану тубы прокалывателем, расположенным на обратной стороне колпачка. Вот я думаю, я все-таки надеюсь не для космонавтов, а для людей пишу. Надеюсь, что космонавт все-таки поумнее будет, чем прокалывателем. Угу. Повернуть колпачок несколько раз. Наслаждаться содержимым тубы, выдавливая его в рот. Начиная с хвоста тубы. Когда содержимого останется немного, воспользуйтесь космоключом для удобства выдавливания. Где космоключ? Может, не могу? Ешь потей, работай мерзнет. Я сейчас просто, я не знаю, все свои силы вообще собрала в кучку, чтобы выдавить хоть что-то из этого тюбика. То есть настолько там давление, видимо, сильное. Вообще, капец, ничего не выдавливает. Но на вид это прям картошка. Да, странно же, в составе картошки. Не дай его в рот. Невкусное пюрешко. Ну вот, знаете, это не пюре. У пюре ты не чувствуешь текстуры. Оно вот такое все какое-то плавненькое, гладкое. Здесь ты вот прям ощущаешь вот эти вот мелкие-мелкие комочки. И как будто бы, причем, сырого картофеля. Очень невкусно. Это очень невкусно. Я не поверю, что космонавты такое едят. Это просто маркетинговый ход, чтобы люди покупали, типа, классно картошку фри. Но вы это не сможете съесть. Ну, прям реально тошно. Тут сможешь? Я смогу. Нет, ну как бы. Потому что я все смогу съесть. Нет, ну как бы за 5000 лайков, конечно, я бы что угодно в жизни съела. Но, ладно, за 10. Ну, такое себе прям. У меня ощущение не самое приятное. Даже близко не сравнится вот с оригинальной картошкой. Давай попробуем наггетсы. Потому что я думаю, что мясо должно уже более как-то получиться. Кстати, действительно, чтобы открыть тюбик, нужно вот много-много раз прокрутить. Как написано в инструкции. Ёлы-палы. Кошачьим кормом запахло. Мне даже вот страшно пробовать. То есть, картошка пахла реально прикольно. Как картошка фри, как будто бы, если представить. Слушай, ну паштет. Я бы, вот знаете, взяла вот эти куриные наггетсы. И намазала просто их на хлеб и съела бы как паштет. Но, опять же, в паштете присутствует вот эта гладкость и однородность. Здесь очень-очень чувствуется вот эта дробленность. Вот как будто бы не самым мощным блендером пробили вареную куриную грудку. Вот понимаете ощущения такие, да? То есть, это, конечно, даже близко не наггетсы. Написано, что сюда добавили еще панировочные сухари. Но одно дело, когда они жареные во фритюре, да? Это все очень вкусно. А здесь, по факту, они добавили внутрь вот этой всей консистенции еще и сухарей. Они все размокли. И это какая-то... Что я сказала? Это какая-то дикая гадость, если честно. Но, но, если сравнивать с картофелем, с предыдущим, то, конечно же, наггетсы победят. Их, в принципе, вполне возможно съесть. У меня такое ощущение полного ПП. Вот прям, как вот вареная грудочка, ты ее съел нормально. По соли нормально, что, в принципе, картошка, что наггетсы. Ну, это, конечно, больше фан. Если вы такое увидите и подумаете, ой, классно было бы кому-нибудь подарить. Нет, не классно. Не дарите. Дарите борщ. Лучше уж его. Хотя борщ тоже такой. Мне это, знаете, что напомнило? Вот сухпайок наш в армии. У нас был выпуск, кстати, здесь посмотрите на втором канале. Вот прям, подоречения у меня точно такие же. Я прям в то видео вернулась. 400 рублей это не 100. То есть 800 рублей мы отдали вот за два тюбика непонятного нечто. Дай попробовать-то. А, ты еще не попробовал? Ну, такой дешевый паштет. Ну, я бы не сказала, что прям дешевый. Ну, по запаху это вообще прям вот кошачий корм. Ну, да. Или собачий, я не знаю. У меня нет ни кота, ни собаки, но предполагаю, что... А где Боня? Заходите в Инстаграм, я вам там расскажу, где Боня. А то, мало ли, вы только проснулись как раз. Весна пришла. Крестья не торжествует. Весна пришла, два года спустя надо включить Катина видео. Да, 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 да. И посмотрите, где... Ах, где Боня-то, Боня-то где? Тут уже Сёма, а вы все про Боню спрашиваете. Ну что, друзья, вот такой у нас сегодня с вами получился обзор. Напишите в комментариях, хотели бы вы быть космонавтом. После сегодняшнего увиденного. На самом деле, сколько раз я не пробовала космическую еду, это всегда, в принципе, по вкусу примерно одинаково. Вот такой какой-то набор паштетный всего. Ну, это как, типа, детское питание, только подсоленное. Вот по факту так и есть. Ну, как говорится, ради великой цели можно и поесть вот такую еду, в принципе. Я думаю, это у них, конечно, всё-таки не основа, да, в космосе это еда. Но космонавты должны, конечно, хорошо себя чувствовать. И они, по-моему, там рассказывали, что очень им нравится очень копчение, когда Земли передают, да? Помнишь, какие-то там салями, вот колбаску, там какие-то боженины. Поострее. Поострее, поострее. Очень хочется, что в космосе острого. Это прям интересный факт. Короче, посмотрите вот тот подкаст, про который я вам сказала. Какой же подкаст там с космонавтом был. Там всё рассказывали. Очень-очень интересно и познавательно. Огромное спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами уже очень-очень скоро. Не забывайте подписаться на канал, напишите комментарий. И, и, что, и? Второй, пятница, 19.00, как обычно. Всех обрацелую. Пока. Погоди, а где же космоклёч? Где космоклёч? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok